Пожалуй, одна из самых кинематографичных сериально воспетых специальностей МВД – кинолог. В Нижегородской области на протяжении 10 лет поиском взрывчатых веществ занималась старшина полиции и многодетная мать Елена Калинина со своим лабрадором Чарой. Отработка сообщений о минировании, приезд высокопоставленных гостей, проведение массовых мероприятий – все это их работы. Профессиональный путь начинали вместе. Это уже, мне кажется, должно быть призвание работать с собакой все-таки. И вот так же, как и с детьми, так и с собакой, язык уже изначально находишь, либо находишь, либо нет. Она уже в 20 лет начала раскрывать тяжкие преступления, а сегодня специализируется на расследовании в сфере экономики. Но цель всегда одна – поймать преступников. Работа следователя, она занимает все пространство – мысленное, физическое, психологическое. Ты все время думаешь о делах, о сроках, о людях, о мероприятиях, которые на огне. Не освобождаешься никогда. Даже если ты физически можешь заниматься отдыхом с детьми, все равно в голове крутятся определенные цели, задачи и версии. Анна говорит, что ее жизнь навсегда связана с расследованиями. И, как ни странно, семья ее поддерживает. А вот, например, в Лысковском районе живет сразу четыре поколения полицейских. Династия хуторских Киселевых на службе в органах внутренних дел почти век. Начальник ОВМ ОМВД России по Лысковскому району Наталья Киселева вспоминает, как ей жилось в семье милиционеров. Я это все видела, как они работали, полностью отдавали себя своей любимой, скажем так, профессии. Отца очень редко видели дома, то есть постоянно на работе. Ну и мама тоже задерживалась. Ну, работали добросовестно, в общем. Сначала для себя Наталья выбрала другой путь, но в итоге тоже стала сотрудником органов внутренних дел. На этом история не заканчивается. Сейчас уже сын Натальи трудится в полиции. Служба в МВД – это призвание. Уходя с работы героям нашего сюжета, не удается окончательно забыть о делах. Основа – это именно доверие граждан к сотрудникам органов внутренних дел. То есть это основной показатель нашей работы. Он когда будет? Когда нас будет знать? Когда гражданин обратится и не будет хамства в ответ? Когда сотрудник милиции будет реагировать на каждую беду каждого человека? Когда раскрываемость преступлений будет расти? Александр Шеломцев и Сергей Иванов. Телеканал «Время Н» специально для ННТВ.